Детектор Изучаем технику эксперимента Детектора частиц, которые включаются в наши установки И которые нам позволяют идентифицировать частицы Это значит определить заряд и массу Как же планируется эксперимент? Вот здесь перечислены основные требования и условия Первое – выбор физической задачи Значит, либо вы предлагаете вашему шефу и вашей организации Физическую задачу, которую следует сейчас решать Либо вы ее черпаете из участия в конференциях, чтении литературы Либо вам предлагает их шеф и так далее Но нужно выбрать задачу Провести обзор литературы Анализа точности измерений Анализ фоновых процессов Потому что наряду с тем процессом, который вы решили исследовать Будут другие Космические лучи создают фон В лаборатории есть радиоактивность И какие-то погрешности, типичные погрешности в детекторах Приводят к фоновым процессам Так что их нужно понять и знать, как исключить или учесть Оценка скорости набора статистики Вы можете предложить все очень хорошо Но окажется, что скорость регистрации событий так мала, что вы не можете эту задачу решить фактически с необходимой точностью Составление схемы эксперимента и аппаратуры Анализ систематических погрешностей Вот я упомянул вклад фона Фон конкурирует с наблюдаемым процессом И если вы его плохо понимаете и не учитываете То вместо истинного результата Вы сообщаете результат с большой систематической погрешностью То есть фактически делаете ошибку Разработка матобеспечения Вот это в наши времена очень важный момент Сейчас группы, которые берутся за какую-то программу физическую Занимаются этим задолго до того, как все будет готово То есть должна быть подгруппа, некоторый персонал Который начинает разобрать матобеспечение Ибо сейчас сигналы от аппаратуры поступают в ВВМ И с ними надо уметь разобраться И выделить искомый процесс И сообщить ошибки, как он выглядит и так далее То есть это, например, большой адронный коллайдер Был задуман в 80-е годы И тогда уже началась работа над математическим обеспечением Соответствующего комплекса измерений И только в 2008-2009 году они приступили к исполнению физической программы Оценка стоимости работ График работы, оценка конкурентноспособности То есть стоимость работ, конечно, важна, потому что Если она очень высока, вам могут просто не утвердить данную программу График работы, если он растянут на слишком большое время То вы неконкурентноспособны И поэтому вы должны, читая литературу И получая всякую информацию из этой области Понять, насколько вы сообщите результат вовремя Или же вы опоздаете И тогда он либо будет просто не востребован Либо получит низкий рейтинг, как мы теперь говорим Организационная работа Формирование коллектива Составление письма о намерении его защиты На программном комитете Составление проекта эксперимента Вот эту работу, конечно, производит Если вы молодой ученый, сотрудник То в основном за вас это делает старший товарищ Или ваш шеф Но все-таки нужно понимать, что Нужно написать письмо о намерении То есть вы вот это вот все прошли Этот список и готовы вроде бы к работе Но как ее начать? Для этого подается документ, который вот таким образом называется И он рассматривается на соответствующем форуме И говорится, что да, проект заслуживает внимания Его следует начать исполнять Либо нет Проект недостаточно хорошо разработан И следует его отложить вообще Либо предложить авторам доработать Вот мне пришлось в Церне участвовать В составлении письма о намерении На котором мы работали там совместно с коллегами полгода Составили такой толстый фолиант Из 150 страниц И подали его в программный комитет Программный комитет рассмотрел и отверг его Потому что там вклад участвующих сторон Материальный вклад был обозначен недостаточно четко И потом уже пришлось существенно обновить коллектив Включить людей, которые имеют средства Для оплаты соответствующих участков работы И только после этого прошло там 2-3 года Наконец это письмо о намерениях было одобрено И сказано Вот теперь пишите проект Технический проект По которому можно начать реализовывать изготовление аппаратуры Вот такая работа предстоит Прежде чем вы приступите Собственно То, что положено по вашей профессии Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова